Подвести итоги года ушедшего, поставить задачи на следующие 12 месяцев и обсудить насущные проблемы сложных жителей микрорайона Центральным. Совет общественного пункта охраны правопорядка прошел в кинотеатре «Мир». На профилактическую беседу местный участковый пригласил своих подопечных – бывших заключенных, семейных скандалистов и лиц, злоупотребляющих спиртным. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и другие заинтересованные специалисты. Татьяна Васильевна недавно освободилась из мест лишения свободы. Сегодня ведет законопослушный образ жизни и даже рассчиталась с долгами своего сожителя за коммунальные услуги. Но здесь возникли и бюрократические трудности. Гражданский супруг, который является собственником квартиры, не желает менять паспорт. Соответственно, не пишет заявление в «Энергосбыт», чтобы жилье заново озарило светом. В прямом смысле. Оказать помощь Татьяне Васильевне взялись представители прокуратуры. Координация действий субъектов профилактики – работа по предотвращению правонарушений. Вот основные задачи подобных мероприятий. Всего на прошедшем совете заслушали истории девяти человек. Кому-то нужны документы. Другим – помощь в трудоустройстве или лечении от алкогольной зависимости. Помогать по мере возможности стараются каждому. Пункты охраны общественного правопорядка действуют в каждом микрорайоне города. И, как отмечают их координаторы, дают положительные результаты. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Олег Фитцнер, телеканал «Мозырь». Виктор Цирулик, Олег Фитцнер, телеканал «Мозырь», 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 «Моз